Сделано в ветке Историческая программа Сделано в ветке в эфире на 101.0 FM Добрый день, меня зовут Владимир Светанин В начале передачи позволю себе прочитать следующий отрывок 10 декабря, в следующую субботу, театральная площадь города Кирова станет центром торжеств, посвященных 80-летнему юбилею нашего региона Состоится там большая ярмарка, будет установлена временная сцена, на которой выступят лучшие коллективы города и области Кроме того, по всей территории площади и у фонтана установят подсветку Вот такая небольшая заметка на официальном сайте правительства Кировской области Появилась она еще месяц назад, ровно месяц назад Поэтому у нас было время для того, чтобы подготовиться к программе, посвященной истории Кировской области в честь 80-летия нашего региона Я приветствую гостя студии, Евгений Питунин, историк, краеведору, руководитель Музея инженерных наук и ВятГУ, президент Вятского ретроклуба Евгений Альбертович, добрый день, очередная наша встреча Встречу вас всем Надеюсь, что будет познавательно и интересно Ну, грех было не посвятить передачу нашей исторической такой круглой дате Но справедливости надо заметить, что в этом году еще и круглая дата с момента образования Вятской губернии 220 лет Случилось это в 1796 году и тоже в декабре месяце Долгое время просуществовала, конечно, Вятская губерния Насколько я знаю, после того, как произошла Октябрьская революция В административно-территориальном устройстве нашего региона Ну, началась такая чехарда Чехарда началась там Повсеместно созывались сходы Принималось решение в образовании новых административно-территориальных единиц Ну, в общем, такая веселая жизнь началась Ну, давайте обо всем по порядку До момента образования Жизнь была веселая или не очень Но вот я начал изучать эту тему, материалы И оказалось, что у нас огромный вакуум, огромное белое пятно О жизни нашей области, о жизни нашего города в статусе Когда он был райцентром Нижегородской области То есть, если вот кто-то сейчас, вы назвали две даты А мало кто помнит дату, что 14 января 29 года Постановлением Президиума ЦИК была упразднена авиатская губерния Вот, которая туда и Удмуртия входила И много-много районов И образовался Нижегородский край Авиатка потеряла статус губернского города И почти на шесть лет превратилась в банальный советский райцентр И вот об этом периоде очень мало где написано Вообще, интересная тема – это НАП, НАВИАТ Это вот жизнь в райцентре Ну, я пытался найти в интернете И даже вчера достал старый справочник от 1957 года Там интересно, очень детально все о революции Там по 20-е годы И дальше так, пауза И об успехах наших достижениях в 50-е То есть, ничего нет Хотели освещать? На самом деле, вот была предыстория Такая предыстория этой славной дады образования Ировского края, позже Ировской области То есть, пять лет у нас город был обычным райцентром А вот это нисхождение из губернского центра в райцентр Да, конечно, это потеря статуса И вместо было около трех десятков уездов в губернии А в статусе райцентра, вообще непонятно Что уж ниже райцентра, было три округа Это Вяз, Отельничес и Инолинс Вот учитывая, что население области, в принципе, было Намного больше, чем сейчас Имеется в виду по районам области То, с одной стороны, конечно, управлять тремя огромными территориями из райцентра Это было нереально А с другой стороны, в СССР все регламентировалось И когда город был в статусе райцентра То ему не полагалось, к примеру, иметь филармонию Иметь там свой торсопар, свое автобусное сообщение Не полагалось Не полагалось Строить кинотеатры И вот если бы представить, что если бы он остался в статусе райцентра То это был бы такой второй Нолинс, второй Ржун Это была бы вятка в пределах, скажем так, от РИИ до улицы До Эхо Москвы До Эхо Москвы, до улицы Деринде То есть не было бы Октябрьского проспекта Не было бы заводов, не было бы промзоны Не было бы филей и лепси В смысле этих поселений Не было бы других заводов Был бы маленький такой райцентрик С разбитыми улицами В общем, лучше не думать Так что были определенные плюсы В создании и области, и края И сейчас рассмотрим все Плюсы и минусы со всех стран Создание Кировского края, да? Эта тема, когда был райцентр Она совершенно не изучена И она, надеюсь, еще найдет своего исследователя Вот, а так, сейчас по датам пробежимся Я говорил, 14 января 29-го года Вятская губерния была упразднена То есть разжалована И превратилась в райцентр Нижегородского рая Потом Горьковской области В 34-м году решение В 5-го декабря Вятку переименовывают в Иров А уже 7-го декабря Через два дня Из Горьковского края Выделен Ировский рай Ир-кай И причем этот рай захватил то Что раньше принадлежало Вятской губернии А в ту пору Относилось аж к Сверловской области Это Сарапульс и Воткинские районы То есть по границам Кировский край Он примерно как Вятская губерния, да? Нет, не совсем Там все-таки На севере было больше Вот там все дальше Апарина принадлежала Другим губерниям Апарина, Бодасиловец Это Архангельская губерния была В 41-м году Архангельск Тут уже То есть не очень совпадало А 28-го декабря 35-го года Удмуртию сделали Из автономной области Автономной Советской Республикой Ну вот Удмуртская АССР А уже 5-го декабря 36-го года Вот этот юбилей будет Отмечаться Это образованная Ировская область За минусом Удмуртию Уже Удмуртию Отделили И получилось Что Но стоит уточнить Что вот Кировская область Образованная в 36-м году Это Не идентична По карте Современной Кировской областью Вот те районы Практически да Там чуть-чуть были А парни Те районы Они позже были Все-таки присоединены Были изменения Но они не были глобальные В основном В этих же рамках Была Ировская область Что сейчас Вот Ну может быть Я Был более реалистичен Чем Жители города Вятки В 20-е годы Потому что Я предвидел Вот Захудалый Рейд-центр Вот такой уровень Обружба Но На самом деле У жителей мечты И желания Были другие Потому что В 27-м Ну в 28-м году Надеялись На другую жизнь Даже В статусе Рейд-центра На более лучшую На более комфортную Поэтому был составлен Новый генплан Развития города Ага Вот Это еще до Разжалования Да-да-да В райцентре То есть еще Когда была Вятская губерния Надеялись На хорошую жизнь И поэтому Был глобальный Генплан Разработан Вплоть до 58-го года Ух ты Планировалось В том числе Строительство Он предусматривал Застрой У 22-х новых Варталов За Западной Границей Города То есть Это за улицей Гласисной На месте Бывшего Октябрь И дальше И дальше Это даже Представить 22 новых Вартала Фактически Был разработан План нового Города Но при этом Самое приятное Что В течение Пятилетия Намечалось Строительство Рубных Промпредприятий Речного порта Через Или порта Через Вятку Вот Ну я понимаю Что и фри Этих лет Авторы Не стеснялись В материальных Затратах Ну да Предусматривая Строительство Нового государства Самое хорошее Это было Сохранение Старого Исторического Центра А это было Предусмотрено Да Так и было Сказано Что Город Является Памятником Церковного И монастырского Зводчества Это я цитирую Что является Характерной Особенностью Вятки Создает Историческое Лицо И предполагалось Сохранить Старую часть Города В первозданном Виде То есть Была бы Старая Вятка И Новый Иров Вот это Были планы Не разрушать В том числе Храмы Да Не разрушать И к тому же Город был Действительно Город-сад Это была Зеленая Зона С огромными Аллеями Даже Планировались Три улицы С деревьями Где деревья Составляли бы Такой зеленый Тоннель А люди Ходили бы Под сенью Нависали Да Над головами Такая вот Романтика От 20-х Годов Но В итоге В общем-то План был Даже отправлен В Москву В МВД Трд МВД Урировал Все Вот Застрой И до Ремонта Анализации Вот план Рассматривался Ну Вот Не суждено Было Сбыться Поэтому Мост Который Хотели Построить Через Вятку Уже К 35-му Году Был построен Только В 63-м Году Мы имеем Ввиду Современный Старый Мост Что же Происходило С С Временем А вот Подождите Интересно Когда Вятская Губерния Была Ликвидирована В 29-м Году Тогда Наверное Поняли Что Эти планы Не сбыточные Да План Сразу Конечно Там Ничего Не Все было Отложено Все было Отложено Ну Тогда Были Другие Довольно Тяжелые Проблемы Потому Что Все В эти Годы Проходила Элективизация Это Началось Огромное Движение Масс В деревне В общем-то Люди Бежали Частью Оттуда Ну Бежать Вятку А куда Дальше Кто-то Ехал Там На Стройки Глобальные Кто-то Куда Но Кто-то Вятку Поэтому Даже Вот В нашем Арицентре Образовался Уже Перед Переводом В Область Перед Статусом Областного Центра Был Огромный Жилищный Кризис На Человека В целом Трудно Представить Приходилось От 4 до 4,5 метра Жилплощади При этом Дома 17-18 года Практически Не ремонтировались Вот Жилье Ветшало Инфраструктура Была Неразвита И то Что досталось От Старого Добротного Благочинного Города Вятки Все это Ветшало И предприятие Вот даже Типичный Пример Когда Приехал Вятку Еще Известный Оэт Демьян Бедный Он побывал На Живенных Производствах И он Ужаснулся Он выступал В Ахрушах Выступал На Ирослав На заводе У него Были В общем-то Довольно Скандальные По тем временам Обличительные Речи Потому что Он Сказал Что даже При Царе Рабочие Жили лучше Чем через 10 лет Советской Власти Потому что Сейчас Там Боже мой И Все Приходит В упадок Такова Была Предыстория Появления Терровской Области Все Необходимо Вот я Замечу Что Ну Все Большей Была Пожалуй Неразбериха В управлении Регионом Только Во времена Петра Первого Когда Вятка Входила В состав Сибирского Наместничества А губернатор Управлял РМ Аш Истобольс Ну Вот Представляем Управлял Рядовой Рядовой Преображенского Полка Но скорее Приказа Потому что Ими делами Занимались Люди Путают Преображенский Полк Это армейское Подразделение В зеленой Форме И преображенский Приказ Вот Уже проходили Типа Министерство Юстиции И пыточный Приказ Это была Черная форма Все Управлял Рядовой Целой Губернии Пожалуй Вот так Что у Пиколя Была описана Камчатка Которая Управлялась Огромная Территория Ну размером Пожалуй Поменьше Вятская Губерния Урядник Мполиция У нас вообще Рядовым При Петре А слушайте А вот образование Да В декабре 34 года Кировского края И спустя два года Появляется Кировская область Это было Целенаправленно Сделано Это Некий Подказательный Этап Нет В 36 году Была поменена Конституция Но Вообще С другой стороны Не все так Было мрачно Потому что Наступала К 35 году Эпоха Грандиозных Перемен Грандиозных Свершений В советском Строительстве Строился Метрополитен В 35 году Открылись Первые станции Прошел Первый И на фестиваль В Москве Вводились новые Воинские звания Начиналось Строительство Гигантов Заводов Где-то То есть Была Эфрия Было какое-то Движение Шевеление Было ожидание Чего-то Лучшего И поэтому Изменение Статуса Оно естественно Воспринималось На ура То есть Если смотреть Газеты Того времени То пожалуй Не было бы Скептиков Которые Были Против того Что Чтобы Грянули Подобные Перемены Но Реалии Оказались Естественно Не совсем Сопоставимы С ожиданиями Да? Не совсем Такими Хотелось Гладко Было На бумаге Но Что Получилось На самом деле Ну давайте Обсудим То что Получилось На самом деле Если Вкратце То С образованием Отдельного Субъекта Федерации Как мы сейчас Называем То есть Ировского Края Кстати Ировский Край Писался Всегда Тогда Была Видимо Популярна Аббревиатура Сопрощена Иркрай И Недавно Даже Было Упомянуто Это Образование У Конина В его Книга Игра Была Киркрай Там упоминают Киркрай Да Потому что Когда группа Авантюристов В Москве Нахальным образом Въехали В свободную Благоустроенную Квартиру В центре Москвы И спросили Домоуправа А кто тут Раньше жил А тут жил Профессор Богословия С семьей С дочками А где он Нынче А он отправлен В Иркрай В ссылку И вот я представил Человек Все-таки жил В столице В удобствах И Иркрай Если Даже предположить Что Это были Не центральные районы А в отдаленных районах У нас даже Отличество провели В 60-е годы То это было Это стропа Исловия жизни Были очень Это их людей Было сослано Но мы о хорошем Вот все-таки Жизнь Белая Планы были Грандиозные Вот Например Сразу же После образования Области Сотрудник Областной газеты Беседовал С председателем Ировского Горсовета Отчетовым О перспективах И сразу Были озвучены Эти перспективы Вопрос О строительстве Важнейших объектов Уже решен Горсоветом Городской Театр будет Театр не было положено А сейчас Театр будет построен На площади Старого театра Ряд прилегающих К этому Драматически Современно Театр Малоценных зданий Будет снесен Дом советов Будет построен На площади Революции Здесь же Будет Театр Революция Это была площадь Перед филармонией Там начали Площадь Конституции Да Дом советов Планировали построить И Вот Где Вечный огонь Сейчас И на площади В итоге здесь Уже новая гостиница Будет построена На площади Против здания Рейкома Рейсполкома Два четырехэтажных Сорококвартирных Дома Намечено Расположить На площади Бывшего Федерального собора Ну и так далее В общем водопровод Анализация Проектирование В общем план Грандиозный Началось Но Не учли Такой фактор Что Нет СССР В ту пору Это была Огромная бюрократическая Страна В свое время Даже Ленин Даже еще при жизни Ленина Смущался Что На Волховск Эгаз Количество бюрократов Управленцев Выросло в десят И раз А электричество Станция Больше давать не стала Поэтому Естественно С образованием Области Возникла Масса Различных Управлений Трестов Их-то шарашек Их-то непонятно А кто всем этим заведовал Я имею ввиду Десант какой-то Из других регионов Приехал Или это местный Десант И было решено Что выехать В Иров То есть Правительство Оно было сформировано В Нижегородском крае В Нижегородском крае Соответственно И там и формируется Там частично Может быть Если некоторые Там Сейчас Министерства Раньше Наркоматы Подчинялись В Москве Формировались Адры В Москве Но Учитывая Что некуда Собственно Было ехать Сейчас мы К этому подойдем Негде было работать Негде было жить Да Да Тащили Тащили Все чиновники И за собой Конечно И свои семьи Тут же пытались Примазаться Пожорливые Родственники Чтобы получить Хлебные места Знакомые Ну в России По-моему Всегда это было Любой власти Говорит Современным языком Поэтому Сормушки Метраж был Я уже упоминал Что там Меньше пяти метров А где разместы Новые власти Сразу город Начал преображаться Как преображаться Надо было срочно Что-то делать Поэтому В успешном порядке Стали возводить Так называемые Соцгородки Самый крупный Был городок Горсовета Назывался И сейчас От него Может быть Фрагменты Двухэтажных Бараков Остались Это вот По южной Границе По границе Богословского Кладбища Это Ну сказать От мясокомбината Почти до Октябрьского проспекта До улицы Советской До Арламарса Вот И Розы Даже До Розы Наверное Эти бараки Доходили Вот там Возник Город Из двухэтажных Бараков Там Частично Было Печное Отопление Частично Что-то Пытались Даже Благоустроить За какой Период Время Моментально Сразу Буквально За Года Три Построили Горсовета И В основном Был заселен Конечно Не только Чиновниками Но Ехали И учителя Не Не решал Это не было Панацея И вот Сейчас Если Бараки У нас Остались Где-то Точечная Застройка Говорят Вот Тогда Это Вот Все Был Такой Вот Всплеск Именно После Создания Ировской Области Планировали Их На Три Четыре В основном На шесть Лет Хотя У нас Официально Во всех Документах Сказано Что Последние Бараки Снесены В городе В восемьдесят Четвертом Году Но Мне кажется Если Приехать По улице То Еще Можно Найти Да Люди Их Модернизируют Живут А В этих Бараках И при этом Обещали В ближайшем Будущем Более Более Благоустроенных Живей Да Но Строили Дома Вот Кроме Этого Были Такие Непопулярные Меры Приняты А Вот Еще Там Дошло До того Вот Так Вроде Что И хорошо Жили Но Действительно Качество Строительства Этих Вот Соц Городков Оставляло Желать Лучшего Один Из делегатов Позже Пленума Горсовета С горечью Констатировал Что Хочу сказать О поселке Горсовета Безобразно Построены Дома Как только Комиссия Принимала Эти дома Если В ближайшее Время Квартирам Не будет Ремонта Они Сойдут На нет Так Могут Так Просуществовать Не более Трех Четырех Лет Если Идет Дождь То В квартире Льет Везде Ставим Тазы Ведра Рыто Собираем Всю посуду Которая Имеется И подставляем Я уж боюсь Что там В морозах Зима По данному Крымского Краевого управления Народно-хозяйственного Учета Вот такое Было Ведомство На 1 января 1935 года 16% Жилой площади Города Ирова Составляли Параги Которые Официально Было сказано Были Ликвидированы 16% Представляете Города Это почти Пятая часть Жилья Но Ведь Господи Это же Может вспыхнуть В любой момент Наверняка Вспыхило Это не решало Проблему Поэтому Вот даже Когда все Началось То поняли Суть И Было принято Постановление Что штаты В городе Формировать В основном Из местных Жителей Чтобы Не усугублять Проблему С жильем Чтобы Не приезжали Люди И самых Ценных специалистов Не обостряли Проблему Семьям И прочим Поэтому Старались Ограничить Но Тем не менее Было Даже Такое Постановление Что Уплотнить Оставшуюся Жилплощадь То есть Это Частные Бывшие Частные Дома В городе В основном Деревянный Застой Если Позволяла Жилплощадь Чтобы Выделить Хотя бы Комнату То До 20% Уплотнения Происходило Якобы Излишков Жилья Хотя Излишков И не было Но Старались Подселять Вот Было Такой Термин Подселение И Пытались Сунуть Во все Коммунал И образованные И в прочих Домах Хотя Начинали Строить И Хорошие Благоустроенные Надо было Показать Лицо Областного Центра Карла Маркса Первая Дома Это Примерно Сейчас Перед Розой Симбург Если Смотреть С западной Стороны Один из Первых Домов Такой Причем Это Была Довольно Оригинальная Архитектура Подобный Дом Строили Для Челюз Инцев В Москве По Такому Же Проекту Почти Ну Естественно Разрушили Кремль И начали Строить Дома Для Управленцев Это Знаменитые Дома В начале Улицы Московской Которая Закрад А как же Евгений Ветович Инфраструктура Дороги Сфера Услуг Ведь Надо Куда Проходить Продукты Покупать Надо Обслуживаться Тяжело Я бы не хотел Не хотел бы я Работать В управлении В ту пору Потому что Не было Ничего Не было Квалифицированной Рабочей силы Вот один Из делегатов Того же 25-го Пленума Горсовета Выступил Напомните Когда он состоялся В 38-м Это отражало То что было сделано Пытались Ремонтировать Пытались Там Приобретался Первый паровой Отток Для асфальтирования Где-то там Между Будущим Мясокомбинатом И заводом Учолепси Строился Асфальтобетонный Завод То есть Естественно Планировали Асфальтировать Улицы Но это делалось Вот этот же Делегат Отмечал Ремонтируется Улица Орла Маркса Безобразно Плохо Рабочая Которая Ремонтирует Дорогу По улице Пролетарская Ежедневно Пьяная Там имеется Пивная И она Ежедневно Переполнена Безответственно Относятся Строительству Нет контроля За рабочими Они напьются И спят Ну в результате Подобных явлений Были задержки Строительства Домов Ремонти Улиц Ну и Кроме того Надо было Еще же Учреждения Размещать Это мы Говорили Об одной Проблеме Ну да Вот размещать Ну давайте О размещении Мы уже После небольшой рекламы Поговорим Тоже интересная тема Скоро продуман Продолжается Наша беседа С Евгением Питуниным Историком Украинедом Руководителем Музея инженерных наук ВятГУ Президентом Вятского ретроклуба Сегодняшнюю программу Напомню Мы посвятили Восьмидесятилетию Кировской области В декабре Тридцать шестого года Тридцать шестого года Наш регион Был образован Продолжаем Размещение Учреждений Тоже очень важная Ну вот честно говоря Вот много Статистику я взял Из трудов Нашего родного Вятского Гуманитарного Университета Опорного Потому что Государственного В интернете То Например В строительстве Города Ирова С тридцать пятого года Там много есть В трудах Университета Поэтому Выдержки Я вот Сошлюсь на первоисточник В то годы В УЗ уже активно Работал Напомню Да Выдержки Да Но тем не менее Хотя мы говорили О недостатках Но я Полагаю Что И Находящегося В очень нелегком Положении Правительства Новой Ироспеобласти Да и у всего Населения Была Все это Эйфория Был энтузиазм Были подвижки Там кругом Я забыл сказать Что истахановское Движение началось И всюду Насаждалось По всей стране И Даешь перевыполнение Сама вот эта Общая эйфория Поэтому Уже 24 декабря 34 года На плену Микросовета Было отмечено Что перед всеми Трудящимися Города Ирова Стоит величайшая Ответственная задача Превратить наш город В передовой Образцовый Социалистический Город Поэтому Были поставлены Первейшие задачи Это строительство Водопроводок Анализации Дома Совета В гостинице Театр Ну жил строительство Увышение объема Дорожного строительства И прочее Но ведь Из ничего не сделаешь Поэтому Особенно отрадным Для города Это было Колоссальное повышение Объема финансирования Финансирование Краевого центра Краевого Потом областного Краевого Соответственно Из нижнего Из нижнего Года был утвержден План строительства С объемом годовых Капиталовложений В промышленное И городское Хозяйство В сумме 40 миллионов Рублей А это Очень и очень Весомо было Поэтому Раз город Менялся Надо было Что-то Реорганизовывать Начали С того Что одобрили Решение ЦА ВПБ То есть Даже ЦА Принимало Решение Орионирование Города Не просто Там Ировский Горсовет А Горсовет Всего лишь Одобрил Орионировали Путем создания Трех районов Городе Ирови Отныне Северный район Назывался Именем Сталина Береговой район Жданово А юго-восточный Молотово Сталинский Ждановский Молотовский Молотовский район И вот Что интересно Вскоре Вскоре По 5 человек Вдумайтесь Новые районы Ну Я думаю Что не на многим Меньше и проще Представим Здание Каждой районной Администрации Терруправление Терруправление Вернемся В 1934 год 5 человек Каждой районной Администрации Сравнительно Ну нет Это ненадолго Это конечно Обросли Но вот Изначально Разрастаться Изначально Изначально Вот Ну и невзирая На трудности Невзирая на нехватку Материалов Нехватку Всего Все таки Был принят Новый генеральный план Развития города Уже в 1934 году Ну вот Вместо того Чтобы новый город построить Новый город Начали строить И на месте старого Что привело К потере Облика Старой Вятки Сносу всех церквей Практически Ну вот По этому плану 1934 года Должно было Войти в строй 179 домов Школ Детских садов Ислей Медучреждений Должен был появиться Новый промышленный район Для рабочих Ушо То есть Будущий лепси Для ИСОЖа И для работников Завода 1 мая Вот Город Практически Превратился В строительную площадку Отмечал Председатель Рейсполкома Бобков И никогда Вот Действительно За всю свою историю Больше Город В 35-м году Вот Вся Город Сплошная Строеплощадка Наверное Можно сравнить Только с Началом 60-х Когда И то не весь город А пожалуй Только Октябрьский проспект Превратился В стройплощадку Но вот Перед этим Вот Ну Вот Поэтому Изымали 20% В частных Домах В то же время И В связи с Нехваткой Струематериалов Были Изымали что Простите Что Что Изымали 20% В полплощади Изымали В частных Домах Вот Живете В доме Например Есть у вас Две комнаты В доме Может быть Принадлежал И весь дом Раньше И сейчас Говорят Нет У нас Сейчас Город Становится Областным У нас Много Специалистов Много Управленцев Вот Поэтому Давайте Вчетвером В комнатку А здесь Но Это еще Ничего Это казалось Что все Город Не резиновый В войну Еще больше Уплотняли Эвакуации И ничего Как-то выжили А вот Кстати Вот этот Промежуток Времени С 35 С 36 Года И до Начала Войны 41 Как город Изменился Капитально Он потерял Старое лицо То есть Вот Именно Из-за По одной Из причин Не была Идеология Вот Причиной Хотя Пытаются Говорить Идеология Вот Снос Всех Церквей В основном Ну 90% Храмов Были В общем-то И приземленные И эта задача Например Вот Не хватало Стройматериалов И пытались Разобрать Церкви И в печи Чтобы Потом Построить И Октябрь И на театр И другие Там А там Бани Вот там Пожаром Это правда Что используют Не всегда Потому что Все это И так Прочно Были сложены Вот Например Многие И Когда взорвали Александр Невский Собор То вряд ли Что-то Удалось Из этих Руин Из обломков Построить А в основном Шли на Мощение Улиц Вот возили Утрамбовывали Вот эти Остатки И Вот Судя по Воспоминаниям Писателя Евгения Мельчакова То Октябрь строился Не из Ирпича Снесенный Владимирской Церкви Он строился Да Октябрь Он строился Видимо Куда-то Завозили Стройматериалы А рядом Валялись Эти решетки И Выломанные Огромные И вот Где они могли Расчлинить Вторая половина Тридцат 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 У нас это все-таки Сама организация А где работали Куда ходили Где административные Помещения Находились еще До строительства Дома Совета Ну административное Помещение было Одно Это Втроисполком Въехал Это угол Нынешнего Ленина И Ленина Московская Ленина и Московская Да То есть Центральная гостиница Напротив Гостиницу начинали строить А напротив Был у нас Райсполком Потом Обком Потом Горком Ну там По-моему До 60-х Пока не построили Новую администрацию На поле мороза Там Традиционный Это был Вятский небоскреб Вот И он горел Его восстановили И таким образом Вятский небоскреб Кто это назвал Придумал Потому что один был Пятиэтажный Шестиэтажный Вятский небоскреб Пять этажей Да Занятно Да Ну вот Таким образом Пытались строить Конечно Вот Интересно бы попасть В то время И пройтись По улицам Узнать Не только строительство Тут началось Конечно Развитие Различных направлений Вот Стали появляться Интенсивно Первые автобусы Первые Автобусы Неотделимо Да Мы вот Все Я пытаюсь Говорить О Городе Потому что 90% Изменений Происходило В областном центре Очень медленно Все докатывалось Вот Какая радость Например В Афанасьевском районе Или В Яцких полянах Что Там Переселили Иров Стал областным центром А мы Как пыли райцентром Так и остались Но В общем Как-то там Мало Волновало Людей В глубинке В Яцких У них Да Все-таки Уже Довольно Поздно Вот Пришлось Запозданием Это Вот Знаете Если Длинный Железнодорожный Состав Вот Его локомотив Толкает То идет Вот такое По всему составу Волна Вот Передается Каждому вагону А потом Перед Вот Поэтому Даже Немного Откат был Назад То есть Пока Все силы И средства Были брошены На реорганизацию Лица Новой области Города Ирова То В районах Практически Мало Что происходило Они Были Уездами Старая Вятская Губерния И оставались Но вот Стало Автобусное Сообщение Где-то там Мосты строить Люди Все равно Радовались И вот Знаете Вот Это Сейчас Вот Я почему-то Подумал Эпоха Вот Мы живем Тоже В областном Центре И Практически Для нас Это Вот Все Что на Юпитере Что там На Плутоне Что у нас В Тужинском Районе Происходит Что в Яранском Мы не знаем Сейчас Вот Нет информации Нет Ну если Интересоваться Когда у нас Была местная Пресса Тогда Постоянно Это вот Началось С образования Ировской области И Пожалуй До Недавнего Еще Времени Была Очень насыщенная Информация Что в районах Там В Арбашском Районе Там Столь Это стахановцы В каком-то районе То-то сделали То-то Поэтому Читали Было Какое-то единение Вот всей этой области Вроде бы И на Дживе Вроде бы И дорог нету Но вроде бы Мы что-то читали Что там Что-то посадили Какой-то Клохоз Там Укрупнили Или там Еще что-то Произошло Охотник Там Убил Или кто-то Их-то Этих лосей Неимоверных Или еще что-то Ну в общем Была информация То теперь нету И вот В наше время Вот эта разобщенность Она гораздо сильнее Чем на заре существования Области Но стоит упомянуть Что с образованием Кировского края Еще до Кировской области В Летом Нет Простите Зимой Все-таки 35-го года Кировский край Был поделен на 54 района 54 По сравнению С нынешним состоянием 39 у нас сейчас районов Начитывается В Кировской области Ну затем Количество районов Менялось Ликвидировались Объединялись Упопнялись И так далее А кстати Ну это не только районы Были колхозы Малюсинки Там две деревни Уже колхоз Потом и все А кстати Людей сгоняли С села Как это уже делалось В годы войны Это вряд ли связано На строительство Тех же самых Объектов Они сами Пытались Когда были колхозы Ведь не так Это просто Оттуда было бежать Потому что все-таки И паспортов не было И куда-то Это надо было еще найти А бежали Ничему хорошему Это не приводило Потому что начиналось Строительство Беконного завода Это мясокомбината Строили завод Беконный завод Есть там И другие предприятия И дома строили Конечно люди Из деревень ехали Но они выпадали Вот была Российская Деревенская культура Была городская культура Культура Губернского города Вят Они попадали В какое-то Межвременье Межкультуре Вот ехали в город В эти вот общаги Рабочие Отец создавалась Своя субкультура Общаги Они были Наверное Не самыми Элитными Местами Для проживания И другие проблемы Вот перенаселение Например Дошло до того Что проблемы Которые у нас Якобы не существовали Она вят И была Описана И у будущего Академии Винограда Который был Сыльный Например Беспризорний И проститут Вят Это все Было До образования Области Было страшно Выходить Вечерами Даже днями На улицу Могли раздеть Сорвать шапку И Даже Было Дошло до того Что с продажи Каждой бутыл И пива Одна опей В городе Шла фон Без проституции Ну вот Все это Удалось Препередить Преодолеть Преодолеть И все И сейчас Если подвести И итоги То в целом Образование И Роскрова края А затем И области Чему нынче будет 80 лет Имело огромное значение От этого Никуда не уйти Например Было построено 13 школьных зданий До войны Вот Поэтому Уже Сороковому году Город имел 43 школы В которых обучалось 23453 человека На 110 тысяч Квадратных метров Увеличилась Жилая площадь У райцентра Этого бы не было И быстро Увеличивалось Население города Развивалась промышленность Менялся облик А население К 1939 году Число жителей Составляло Уже 143558 человек Напомню На стартовой позиции Дополняется Как раз таки В декабре На Кировской области Спасибо Евгений Питунин Историк Крым ветер Руководитель Музея инженерных наук Авиат ГУ И президент Вятского ретроклуба Давайте сразу скажем Что передачу Нашу очередную Через две недели Мы посвятим Празднование Нового года Да Как это делалось Многие десятилетия назад На нашем городе Спасибо Всего доброго Вам спасибо С юбилеем Вас в родной области Спасибо